Добрый день, дорогие друзья! Итак, сегодня новая глава, недельная глава ГАЗИ. Но что еще более серьезное, у нас через несколько дней Йом-Кипур. Йом-Кипур день, когда каждому поставлен будет на приговор печать. И на весь следующий год это будет зафиксировано, что именно ждет человека. У каждого человека есть свои грехи и заслуги. Тот, у кого больше грехов, чем заслуг, тот праведник. Если есть такие люди, рад их увидеть. У кого примерно одинаково, да, они средние. Сравнение производится не по числу, там, два, там, два, там, вот не так. По их значению, бывает, что добрые дела перевешивают одно множество всяких грехов. И есть, наоборот, грехи, которые перевешивают много добрых дел. Сравнение может осуществить только Всевышний, который все знает и видит в сердце человека. Надо понять, почему мы так много говорим, вот это грех и раскаянь от шула. Почему все время? Потому что грех всегда будет наказан. Так устроен этот мир. Система устройства мира такая. Не Бог мстит нам. Тора наказывает, рассказывает нам, что не только ради вот этого наказания, не дай бог, мести и всего. Цель наказания – очищение, уборка греховного мусора. Цель – сделать человека таким же чистым, как он был до греха. Это очень сложная модель, ее тяжело понять, кабала этим занимается. Но мы должны для себя уяснить одну простую вещь. Все, что с нами происходит, это последствия наших действий. В эти дни особое значение имеют хорошие дела. Все вот в эти, в это, все вот, чтобы в это время никого не обидишь, чтобы никто из нас, не дай бог, не заплакал. Вот смотрите, каждая ситуация различная. В один день надо везти так, в один так. Представьте себе такую ситуацию. Вы купили холодильник. Его доставили вам в деревянном ящике. Что вы делаете? Вы разбиваете и деревяшки выбрасываете. А теперь представьте себе, что вы на тонущем корабле с тем же холодильником в компании. Вы за бортом оказались. Что вы сделаете? Наоборот, вы холодильник за бортом, доски возьмете. Сейчас 10 дней раскаяния, которое все принимается очень легко. Если это время пропустить, будет очень глупо. Сегодня надо использовать вот эти доски. Слово тшува раскаяния переводится вообще, есть такой перевод раскаяния. Но надо подчеркнуть, что это не весь смысл этого слова. Он шире и глубже, буквально означает возвращение. Отсюда мы что сделаем? Ключевой смысл понятия тшува возвращение назад. К анализу состояния души, к честному самоанализу того, что я сотворил за год. Ибо не столько сознание вины, сколько отсутствие душевного покоя обычно заставляет нас взглянуть чуть-чуть назад. Естественно, маршрут пути каждый выбирает самостоятельно. Каждый идет своим особым путем. Одним так, одним так. По счастью, небесных врат очень много, и они всегда откроются. Если мы ощутим потребность, по-настоящему покаяться. Раскаяться значит не просто признать, что в прошлом ты поступил неправильно, совершая тот или иной поступок. Надо почувствовать потребность в раскаянии. Осознать, что ты хочешь изменить себя. Я хочу очистить, я хочу измениться. Что пользу оплакивать какие-то грехи? Соприкасаясь со злом в этом мире, человек не может не осверниться. Это так же неизбежно, как и то, что ты в грязь залез и обязательно испачкаешься. Очень важно поразмыслить над своими прошлыми ошибками. И не над тем, как мы себя вели, а над тем, как нам следовало себя вести. Главный упор в раскаянии делается на необходимости не покаяться в прошлых прегрешениях, а перестроить прошлое в буквальном смысле. Да, так устроен мир, мы можем перестроить прошлое. Казалось бы, как это можно сделать? Стрела выпущена там, а вот так. Потому что сомневающиеся скептики нас здесь не интересуют. На самом деле, те, кто говорят, что возврат прошлой ситуации невозможен, не понимают механизма, которым управляет Бог этим миром. Надо помнить, что раскаяния мы делаем не в обычной материальной вселенной вот этой, а в той, в которой не подвластно времени. В духовном мире нет времени. А значит, всегда можно вернуться назад, и сливается прошлое и настоящее в одном потоке. Это та вселенная, в которой стрела может вернуться в полете назад. Чтобы достигнуть вот этого результата, мы должны прозондировать свою душу. Мы должны решить, что мы не только покаемся, мы изменимся на 180 градусов. Мы должны срочно взять какие-то на себя, вот что мы будем делать, как мы идем, каким путем. Понятно, что совершить путешествие назад нелегко, тем более, что оно, процесс-то непрерывный. По сути дела, покаяние, это создать новую шкалу ценностей, более высоких для себя, по которым ты будешь оценивать свою жизнь. Это поможет нам не только перестроить свою жизнь, но и полностью искупает прошлое. В Кабале мы прочитали, что превыше всех, кто может превратить тьму в свет. Это неудивительно, такие достижения свидетельствуют глубочайшим раскаянием, при котором происходит абсолютная трансформация прошлого. Знаки меняются на противоположность. Поэтому не надо ограничиваться просьбой о прощении за зло, которое, возможно, вы причинили. Боритесь не с ошибками и недостатками, а с тем, что породило эти ошибки и недостатки. Выдающийся был мыслитель такой, Розенцвейк, он сказал, чем более отдаляет человек себя от Бога, тем более присваивает он себе право населять вот это пространство между собой и Богом, наполненное божественными токами энергии какими-то, богами наполовину, на треть, на четверть. Пустоты не бывает. Если мы не верим Богом, мы начинаем верить во что-то другое. Это сложно, но постараться надо в эти дни, надо понять этот механизм. Очень хочется, чтобы всем благодаря этим урокам в том числе чуть-чуть пересмотрели свою прошлую жизнь. Это резко улучшит нашу будущее. Брахавы от слоха, хорошей недели, всего самого-самого лучшего. Спасибо.